Всем привет! Предлагаю вам приготовить вот такое вкусное, легкое, воздушное печенье. Состоит из минимального количества ингредиентов, которые есть у каждого дома. Снаружи оно получается хрустящее, а внутри как маршмеллоу. Готовится просто и быстро. Погнали готовить! Берем глубокую емкость, туда выливаем белки, которые предварительно отделили от желтков. И конечно же желательно, чтобы белки были охлажденными. Начинаем взбивать до пены, как на видео. Теперь в несколько приемов, в три, ну или хотя бы в два, вводим наш сахар. Вот и весь сахар введен. Немного объединяем. И добавляем лимонный сок, либо можно вот такую готовую смесь добавить. Столовую ложку, можно даже немного больше. Она придаст такую легкую кислинку. Взбиваем массу до тех пор, пока не будут образовываться крепкие пики. Вы думали это все? Нет. Теперь добавляем шоколад. Я добавляю целую плитку шоколада. У меня она, кстати, идет с изюмом и орехами. Можно дополнительно добавить еще по 50, даже по 100 грамм лишними не будет. Орехов, каких-то сухофруктов, изюма. Это будет только вкуснее, поверьте мне. Но у меня была только шоколадка. Я ее вот так мелко нарезала. Можно и на терку потереть, можно в блендере перерубать. По-любому будет вкусно. Перемешиваем. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить пальчик вверх. Всем огромное спасибо! Теперь, когда мы объединили нашу массу с шоколадом, можно просто ложкой выкладываться на противень, либо же можно воспользоваться кондитерским мешком. Если нет кондитерского мешка, можно воспользоваться обычным пакетом. Для чего? Для того, чтобы форма у наших будущих пироженок была более эстетичной. Отсаживаем на пергамент. Кстати, пергамент я использую всегда силиконизированный. К нему никогда ничего не пригорает и очень хорошо отходит. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 150 градусов на 15 минут. И получаем вот такие невероятно симпатичные и очень-очень вкусные печеньки. Обязательно попробуйте приготовить этот рецепт. Я уверена, вам понравится. Всем пока-пока!